Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Количество учеников, набравших более 100 баллов на сдачу Янте, увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Американские горки и другие аттракционы стали не по карману жителям Караганды. В Караганде состоялось торжественное награждение медицинских работников премии Акима области. Убийство дорожного полицейского из города Сатпаев раскрыто. Для расследования тяжкого преступления были подключены лучшие сотрудники криминальной полиции МВД Республики Казахстан и ДВД Карагандинской области. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель города Сатпаев. Мужчина признался сразу. По его словам, убил полицейского из-за неприязненных отношений. Квартиру проник через окно и нанес несколько ножевых ранений. Задержанным оказался 30-летний житель города Сатпаев, который признался, что из-за неприязненных отношений проник в квартиру полицейского через окна, после чего нанес ему несколько ранений, которые привели к смерти полицейского. В настоящий момент задержанный в отворенном изоляторе именного содержания проводится до судебного расследования. За последние пять месяцев количество дорожно-транспортных происшествий в нашей области возросло практически на четверть. Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и превышение скорости – основные факторы, которые нередко приводят к летальному исходу. А в связи с ремонтом дорог правонарушений может быть больше, говорят специалисты. Чтобы предотвратить беду, чиновники решили обсудить проблему САПЧА. Все подробности у Аи Мамрины. Судя по статистике, за последние пять месяцев в нашей области зафиксировано более 50 крупных дорожно-транспортных происшествий. Всему виной безалаберность водителей, считают сотрудники полиции. По их словам, немаловажную роль здесь играют и наши дороги, качество которых оставляет желать лучшего. А в связи с начавшимися ремонтными работами риск совершения правонарушений на дороге возрастает, считают они. Рост количества происшествий и числа пострадавших допущены в Бухожаровском районе и Нуринском. Анализ происшествий показывает, что наибольшее их количество – это 94 или 37% приходится на наезды на пешеходов. Всего, по словам специалистов, более 70 водителей совершили дорожно-транспортные происшествия, превышая скорость. Несмотря на все профилактические работы, их количество не становится меньше. По словам докладчиков, недавние талые воды нанесли большой ущерб и дорогам, образовались новые ямы. Чиновники сделали дополнительный запрос на выделение из республиканского бюджета около 300 миллионов тенге. Уже с апреля месяца этого года начали ремонтировать 126 тысяч квадратных метров. Планируется увеличить количество дорожных знаков и лежачих полицейских, которые будут предупреждать о пешеходных переходах. Также будем продолжить работу по установке дорожных маркеров, кошачий класс в народе, так называемый, на особо опасных участках автодороги Екатеринбург-Амна-Терта в сторону города Балташ и в районе поселка Наваду-Лубка. По словам прокуроров, в области действуют шесть медицинских пунктов. Они расположены на трассах по направлению Караганды-Саршаган, около поселков Ахсуа-Юлэ, Ахшатау, городов Балхаш, Саршаган, села Ахтубек, Жасказганского и Матак-Каркарлинского районов. Там работают врачи, медсестры, фельдшеры и группы спасателей. Для удобства водителей везде будут выставлены специальные билборды и панно. Прокурорская проверка водителей общественного транспорта продолжается. Сотрудники надзорных органов совместно с полицией и нашим телеканалом проводят рейд, в ходе которого за последнюю неделю выявлены 17 нарушений правил дорожного движения и пассажирских перевозок. В основном это эксплуатация авто с высоким уровнем выхлопных газов. Теперь владельцам этих транспортных средств придется платить штрафы. Вот так автобусы и маршрутки загрязняют в воздух. С виду не совсем старые машины на проверку оказались нарушителями. Владельцу 31 маршрута явно не повезло. Против специального аппарата, измеряющего уровень выхлопных газов, водитель ничего возразить не смог. Провышение у него 91. У него должен быть максимум 50. Теперь этому водителю придется заплатить штраф около 4 тысяч тенге. Всего нарушения правил дорожного движения совершили 17 владельцев общественного транспорта. На них были составлены административные протокола. Денежные взыскания, а это свыше 70 тысяч тенге, придется выплатить как водителям, так и автопаркам. В течение одного часа работы в рейдовых мероприятиях совместно с сотрудниками УВД города Караганды уже составлено 5 протоколов на общую сумму около 70 тысяч тенге. Проверка продолжается. Надзорные органы обращаются к жителям города с просьбой не быть равнодушными и сообщать обо всем в прокуратуру по телефону 41-20-21. Снимайте хамов и нарушителей на видео. Страна должна знать своих антигероев. Электронный адрес на экране. Айам Амрина Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Alugal Galvin Hercules Galvin Оконные системы А-класса Долговечность 60 лет Galvin Морозостойкий Надежный Прочный Для тех, кто ценит качество В Караганде состоялось торжественное награждение медицинских работников премии Акима области. Представителям одной из самых важных профессий за их нелегкий труд подарили море цветов и другие памятные подарки. Подробнее в следующем материале. Торжественное мероприятие проходило во Дворце культуры горняков. Врачей награждали по разным номинациям. Лучший акушер, лучший врач-кардиолог, лучший хирург. Без внимания не остался ни один доктор. Валентина Крынова отмечена как лучший врач общей практики. Доктор работает в Жасказгане уже почти 30 лет. Сначала работала педиатром, потом стала врачом общей практики. Говорит, что главная награда для нее – это все же здоровые пациенты. Меня переполняют эмоции. Это все, конечно, внешне может быть незаметно. Какая-то гордость за себя, за своих коллег, что вот именно наша амбулатория в этом году исполняется 20 лет. Мы самые первые в Казахстане начали работать по принципу врача общей практики. Меня просто переполняют. Это большая награда не только мне, но и моим коллегам, которые со мной трудятся. Жандос Абишев, заместитель Акима Карагандинской области, торжественно поздравил всех медиков с их профессиональным праздником. Я с большим удовольствием еще раз от имени всех жителей области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Желаю, прежде всего, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Дальнейших успехов вашей благородной и столь необходимой людям профессии. С праздником! Каждый год для врачей стараются подготовить хорошую концертную программу и приятные подарки. Ведь каждый день они спасают наши жизни. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Количество учеников, набравших более 100 баллов на сдачу ЕНТ, увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в два раза. 22 июня Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков провел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены итоги единого национального тестирования в регионе. А с докладом по этому вопросу выступил руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. Приняли участие 4977 выпускников. Наибольшее количество выпускников, принявших участие в городах Балхаш, Караганда, Полутауском, Каркаролинском, Абайском районах. Средний балл по области составил 79,6, что в этом году выше среднереспубликанского показателя и существенно выше показателя 2014 года. Средний балл составил 79,6, что выше республиканского показателя на 2,7 балла результата 2014 года. По среднему баллу область заняла шестое место среди других регионов страны. Число подтвердивших знак Алтын-Белги возросло с 81 до 110 и составило 48,7% от общего числа претендентов. Снизилось количество выпускников, не набравших пороговый уровень 50 баллов с 1080 до 767 человек. По итогам обсуждения вопроса Акимобласти сказал, что в целом ЕНТ прошло на хорошем организационном уровне. Результаты работы педагогов региона отмечены благодарственным письмом Министерства образования и науки. Тем не менее, есть над чем поработать. Необходимо наладить системное взаимодействие местных исполнительных органов и педагогических коллективов по созданию условий для получения качественного образования. Усилить контроль со стороны Акиматов за процессом обучения и кадровым вопросом в организациях образования, сказал Нурмхамбет Абдебеков и дал ряд соответствующих поручений управлению образования Акимом городов и районов. На этом же аппаратном совещании были подведены итоги пассивных работ. Нурмхамбет Абдебеков отметил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями пассивная кампания была сопряжена с определенными трудностями. В том числе из-за паводков некоторые хозяйства потеряли семенной фонд картофеля и зерновых. Но, несмотря на это, пассивную удалось провести организованно, сказал Акимобласти. О проведенной работе доложил руководитель управления сельского хозяйства Бауржан Асанов. В пассивной кампании было задействовано порядка 20 тысяч единиц сельхозтехники, в том числе 5600 тракторов, 130 пассивных комплексов и порядка 7 тысяч сейлок. Неблагоприятные погодные условия в период пассивной кампании потребовали внесения коррективов в технологию посева, с тем, чтобы снизить риск попадания зерновых и масличных культур под осенние заморозки. С учетом опыта прошлых лет и биологических особенностей зерновых культур, сроки посевов яровой пшеницы были продлены до 5 июня, а зернофуражных – до 10 июня. По оперативным данным, фактические итоги сева выглядят следующим образом. Зерновые и зернобобовые посеяны на площади 677 тысяч гектаров, это 97% от намеченного плана. Масленичными культурами занято 13 тысяч гектаров или 71% от плана. Кормовые культуры размещены на 33,4 тысяч гектаров. С учетом осеннего посева площади многолетних трав составят более 40 тысяч гектаров. Программы посадки картофеля и овощей выполнены на 101 и 104% соответственно. Более 60 директоров дошкольных учреждений сели за парты. В Национальном центре повышения квалификации Урлеу им рассказывали и показывали приемы, с помощью которых они могут воспитывать в себе лидерские качества. Тренинги, мастер-классы продолжались весь день. В конце заседания руководителям представили возможность свободного микрофона. Один из острых проблем, затронутые директорами, касались противоречия в законодательных актах. Директора детских садов собрались в зале Урлеу, чтобы научиться быть лидерами. Как оказалось, многие из них считают себя именно такими. Ведь без подобных качеств взрослого человека невозможно воспитать ребенка. Я себя считаю, конечно, лидером. Я очень много лет проработала в этой сфере. Считаю, что труд мой был довольно-таки значительный в деле воспитания детей дошкольного возраста. Между тем, организаторы семинара отметили высокую активность участников. В рамках семинара были проведены в основном активные формы работы, которые, на наш взгляд, позволят оказать действительно эффективную поддержку руководителей образования в вопросах повышения профессионального уровня педагогов дошкольных организаций образования. Вместе с тем, у собравшихся было немало и других проблемных вопросов. Один из них – противоречие в законе о должностном наименовании профессии логопед. Стоит ли дописывать в документы слово «учитель логопед»? Руководству детского сада Алмагуль из-за этого пришлось раскошелиться на солидный штраф. Мы в своем штатном расписании пишем «учитель логопед», нам слово «учитель» зачеркивает, ставит «логопед». То есть, постановление правительства и приказ министерства, они противоречат друг другу. Но несмотря на то, что противоречия существуют, доказать их порой очень тяжело. Организаторы обещали взять вопрос на заметку. По словам руководителей дошкольных учреждений, семинар был плодотворный. Они узнали много нового. Об этом с нами поделилась и директор детского сада Мирей, который работает в пилотном проекте по самопознанию. А организаторы мероприятия обещали во всех проблемных вопросах разобраться и в следующем году провести такое заседание более масштабно. А имам Алина Жасулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Американские горки и другие аттракционы стали не по карману жителям Караганды. Причина одна – высокие цены на билеты. Большинство каруселей сегодня принадлежат бизнесменам, которые сами устанавливают стоимость развлечений. Сколько стоит досуг для детей в самом излюбленном месте шахтерской столицы, знает Николай Кровец. Мне нравится здесь гулять, играть в аттракционах. Житель Караганды Кенжигул Кудайбергенов вместе с двумя внуками пришел в Центральный парк культуры и отдыха. У детей летние каникулы, а это значит, нужно их провести с улыбкой на лице. Только в последнее время на все нужны деньги. Только как скажешь малышам, что их нет? В один день уходит от трех до пяти тысяч тенге. Сюда они приходят несколько раз в неделю. Большая часть аттракционов сегодня принадлежит частным владельцам. Как оказалось, никто не может вмешиваться в их деятельность, а тем более следить за ценами, говорит начальник управления парка культуры и отдыха Виктор Браунагель. По словам недовольных жителей, стоимость всегда разная. Например, на американские горки в дневное время цена 700 тенге, а вечерняя в два раза больше. На балансе города действует только пять каруселей, и цены на них тоже кусаются – от 200 до 400 тенге. Если они даже сделают по пять тысяч, я тоже ничего не могу сделать. Это деятельность налогооблагаемая. Будут, значит, с пяти тысяч платить, с дохода своего будут платить налоги. Карагандинцы отмечают, что на эту проблему следует обратить внимание руководство города. Ну, сказать, что сильно дорогие, я так не считаю. Ну, если было подешевле, конечно, мы больше могли позволить кататься. Мы живем в Абайе, маленький город, у нас такого парка нету, поэтому дети получают большое удовольствие. Ну, то, что цены, да, действительно, конечно бы на 50% опустили бы, это было бы лучше. Как заметило руководство парка, в следующем году ожидается приватизация парка. Что из этого получится и к чему это приведет, судить пока рано. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. На территории Самаркандского водохранилища в Тимиртау прошли соревнования по рыболовному спорту. Участники съехались для того, чтобы выяснить, кто лучше в ловле фидера. Две команды из Карагандинской области забрали золото, серебро чемпионата и все медали в личном зачете. В состав команды-победительницы «Шахтерская столица» вошли Андрей Миллер, Александр Башилов и новый, но перспективный рыболов из города Металлургов Александр Плотников, заработавший также бронзовую медаль в личном зачете. Третье командное место заработала сборная Алматинской области в составе Ивана Кузнецова, Владимира Асташкина и Павла Сушкова. Все получили грамоты и подарки. Рыба, которую поймали, не ушла на приготовление ухи. Ее отпустили в свободное плавание, чтобы она также успешно ловилась в следующий раз. Ведь 5 июля пройдет новый семейный рыболовный конкурс «Папа, мама, я, рыбасская семья». И в заключение объявление Караганды-Су. По инвестиционной программе 2013-2015 годов ТО Караганды-Су построила новое здание насосной станции «Западная» и установила в ней новые автоматические насосные системы. В связи с вводом в эксплуатацию этой насосной станции 24 июня 2015 года будет временно прекращена подача питьевой воды. По окончании работ будет проведена дезинфекция водопроводных сетей поселка Актаз и Михайловки. Рекомендуем иметь суточный запас питьевой воды. Приносим извинения за временные неудобства. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Собоинстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...